Всем привет! Сегодня я расскажу как покрасить свое снаряжение или оружие в камуфляж при помощи баллончиков с краской. А имитировать мы будем камуфляж Cryptek Nomad, а по-нашему Cryptek Кочевник. Для этого нам потребуется предмет для покраски, в нашем случае это будет шлем МИЧ-2001, краска в баллончиках, минимум 4 цвета, желательно 5, малярный скотч, обезжириватель с ватными дисками, канцелярский нож и трафарет. Трафарет вырезается из картинки, скачанной из интернета и распечатанной на принтере в формате А4. Плотность бумаги желательно больше 150. Итак, начнем. В первую очередь требуется обезжирить поверхность шлема. Обезжиривание поверхности необходимо для хорошей адгезии. Для этих целей я использую нефраз. Также подойдет бензин, растворитель, спирт или водка. Следующий этап покраски – заклейка тех элементов шлема, которые мы красить не собираемся. Я заклеил крепление под экшн-камеру и ободок. Процесс прост. Заклеиваем все, что требуется и канцелярским ножом выравниваем края. Примерно так, как показано на видео. 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 Приступаем к покраске. В первую очередь наносим самый светлый тон. Закрашиваем равномерным слоем всю поверхность шлема. Затем произвольно наносим второй слой, более темной краски. Схема нанесения зависит только от вашей фантазии, главное не переборщить. И третьим слоем мы разбавляем разницу между темным и светлым оттенком. Ждем полного высыхания краски. Кстати о краске. Я использовал краску из серии Montana Black. Отличная быстросохнущая аэрозольная матовая краска с большим выбором оттенков. Теперь самое интересное. Берем наш трафарет и прикладывая его как можно ближе к окрашиваемой поверхности, легким распылением краски наносим рисунок. Поочередно меняем цвета и местоположение трафарета. Обратите внимание, что я использую для нанесения рисунка два цвета. Покраска баллончиками не отличается особой точностью контуров. Поэтому можно при помощи малярного скотча заклеить неиспользуемые участки трафарета и создать этим неповторимый рисунок или узор. Наносим дополнительные штрихи с измененным трафаретом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Покраска почти закончена. Ожидаем полного высыхания краски. Не забудьте после покраски очистить кэпы. Для этого достаточно перевернуть баллончик и стравить краску до тех пор, пока не пойдет воздух. Краска высохла. Теперь необходимо очистить от малярного скотча заклеенные элементы. Очищаем. И вот шлем готов. То, что у нас получилось, вы можете увидеть на экране. Все замечания и предложения вы можете изложить в комментариях к этому видео. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал, я буду за это признателен. Всем спасибо за уделенное внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok